Если вы или ваш ребенок интересуетесь детективами и вам интересна работа следователя или криминалиста, то этой работе можно обучиться у нас в Террасполе. И у нас сегодня в студии Петр Сергеевич, начальник кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ТЮИ МВД ПМР. Добрый день. Петр Сергеевич, добрый день. Петр Сергеевич пришел с чемоданом. Собираемся в отпуск, Петр Сергеевич? Нет, с чемоданами мы отправляемся на занятия. Петр Сергеевич, я у вас в ТЮИ была на дне открытых дверей, и там вы меня вводили в криминалистический полигон. Вот это полигон для того, чтобы учить ваших студентов-курсантов искать улики? Да, улики это детективный термин, кинематографический. А вы другим пользуетесь? Вещественные доказательства, следы и прочее. Но улики звучат, конечно, романтичнее. По киношному. Так, хорошо, может есть какие-то места, вот ты заходишь в помещение, вот откуда надо эти улики искать? Да, вы правильно отметили, вот у нас полигон, он, правда, пока в таком начальном состоянии. Это жилая комната, мы планируем немножечко расширить его. Да, у нас есть помещение соответствующее, это будет там магазин, касса, квартира, ванная комната, то есть и прочее помещение интересное с точки зрения того, как именно нужно двигаться, перемещаться, где искать определенного вида следы. Чтобы ты, Славик, себе представлял, там стол, диванчик, на диванчике лежит пострадавший, а на столе очевидные признаки того, что накануне происходила какая-то вечеринка. Вот, и на полу между столом и диваном лежит нож. С чего начнем? С чего? Со входа? Со входа, так, что на входе. В любом случае мы изучаем место происшествия с самого начала, с того места, откуда, в принципе... Люди заходили в это помещение. Да, попали бы в это помещение, как правило, это через двери бывает и через окна, вполне себе возможное такое, особенно при наружном осмотре, мы видим явно, что там были какие-то повреждения, следы взлома. Обязательно все это должно осматриваться. Вполне возможно, что и, допустим, когда у нас нет явных следов таких, проникновения с помощью каких-то орудий взлома, возможно, подбором ключа, либо дубликатом ключа взломышленник проник в помещение. В этом случае даже изымается сердцевина, направляется на экспертизу, эксперт уже в лабораторных таких условиях детально изучает на предмет того, что там есть ли какие-то повреждения, царапины, не характерные для использования, например, ключа, который предусмотрен. То есть в каждый уголок надо прям заглянуть? И далее уже в помещении разными способами осматриваться, концентрическим, эксцентрическим, от периферии к центру, от центра к периферии, последовательно. То есть в криминалистике методов много. Которые по несколько раз, да. Я знаю, что это можно сомнить. Иногда и по несколько раз, на самом деле. Как робот-пылесос. Он сначала по периметру, потом каждый кусочек. Мелочей на самом деле не бывает, и эксперты в этом меня поддержат полностью, особенно когда у нас появились новые методы экспертного исследования, например, генотипоскопическая экспертиза, экспертиза ДНК, она во всём мире успешно используется. Такое одно из перспективных направлений. Это как-то волосы там, да? Да, вплоть до очень слабо видимых и невидимых следов, которые эксперт обнаруживает с помощью… То есть чешуйки кожи слетели? Абсолютно верно. Вплоть до чешуи кожи. Вот. Мельчайшие капельки пота, поверхности соприкосновения. И вот смотрите, отпечатки пальцев можно проконтролировать, там перчатки надеть или тряпочкой потом вытереть. А чешуйки своей кожи ты не контролируешь. Капли твоего пота скатываются тоже бесконтрольно. Да, и в практике наших следственных органов были примеры, когда произошёл момент совершения такого контактного преступления, когда жертва соприкасалась с преступником, всего лишь один волос остался на одежде верхней преступника. И этот волос уже послужил таким стартовым моментом, когда мы могли утверждать о том, что именно он совершил преступление. Понятно, что потом проводятся следователям дополнительные проверочные действия. Вот. И это и проверка показаний на месте, и предъявление для опознания, если они видели друг друга. Я только хотела спросить, вот допустим, если вы нашли отпечатки пальцев или волос, это уже можно считать доказательством твоей вины? Иногда, безусловно, мы можем утверждать о том, что человек пребывал в этом месте. Но понятие вины, оно такое более сложное, всё-таки момент доказывания виновности, либо невиновности лица в совершении преступления нужно ещё доказать иногда. Действительно, он совершил преступление, недостаточно было находиться в этом помещении, контактировать с человеком, возможно, касаться каких-то предметов. Но иногда, вот когда мы исключаем момент того, что в обычных условиях человек мог там находиться, люди не были ранее знакомы, вообще, он не был вхож, допустим, в дом, и тут обнаружены его отпечатки пальцев. Подозрительно. Это более чем подозрительно, и это будет самый важный подозреваемый на первоначальном этапе расследования. А можем быстренько перечислить, что вы обычно носите вот в этом чемоданчике? Столько баночек там всяких, робочек, что там? Это... Туда вы всё складываете? Первый вопрос, где перчатки? Перчатки есть, да? Есть, да? Обязательно, да. Перчатки, в любом случае, эксперт, криминалист, есть биолог, который будет выезжать совместно с ним, то есть это два разных эксперта, они совместно работают. Одна голова хорошо, две лучше. Ну, и это узкий специалист, он действительно знает, что изымает, как изымать. У него для этого есть не тот набор, который вы видите сейчас перед собой. То есть этот чемодан криминалистический, он такой более учебный, и он дактилоскопический. То есть необходим для снятия отпечатков пальцев. На самом деле их несколько видов. И они, каждый предназначен под свои цели определенные. Если это работа со следами биологического происхождения, то там будет и оборудование, соответствующее для обнаружения, например, ультрафиолетовые осветители. Это будут реактивы, например, экспресс-системы, которые позволяют нам на месте происшествия, вот, сказать, ответить на вопрос главный. Вот это кровь человека или животного, например. Когда кроме следов крови у нас ничего не обнаружено на месте происшествия. Вот, какие-то вот такие быстрые исследования провести на месте, сориентироваться самому, посвятить следователю свои действия. И принять совместное решение для того, чтобы, что мы будем изменить, где будем, что нам для этого нужно. Иногда вплоть до разбора сантехники, там, сифонов, там тоже есть… Слили, а оно там, может, не утекло. Обязательно. Это могут быть остатки крови, это волосы и прочие следы биологического происхождения таких. Не будем называть их своими именами. Да, да, да. То есть эксперты интересуют всё. Конкретно этот используется нами при проведении занятий с курсантами по дактилоскопированию. То есть лучше снимать отпечатки пальцев. Следов пальцев рук, да, ладоней, даже босых ног. Пётр Сергеевич, вот когда романы какие-то детективные читаешь, там вот если что-то случается, в первую очередь подозревают родственников. То супруга явно что-то сделала со своим мужем, то какие-то там родственники, которым наследство достанется. Это вот художественный вымысел или действительно так часто бывает? Да, ну я вам скажу, что распространённая практика. На самом деле, если статистику изучить, особенно бытовые преступления, связанные с внезапно возникшими конфликтами, зачастую и криминологи, и криминалисты, изучая статистику и проводя исследования, всё-таки утверждают о том, что при совершении преступления в помещении, например, убийство возьмём, как самое такое, наверное, наглядное, при совершении в помещении и при дальнейшем, например, расчленении трупа, то есть это преступление, как правило, совершают либо близкие, знакомые жертвы и лица. Удивительная ряда. Мы всегда подозреваем в каких-то незнакомцев, в чёрных шляпах, там, плащах. А это всегда очень часто близкие люди. А есть у вас, Пётр Сергеевич, какая-то вот классная криминалистическая история из опыта? Прям хочется рассказать, чтобы вау. Ну, историй на самом деле много. Выберите одну для нас. Прямо чтобы классно. Ну, есть интересное. В плане того, как скорого обнаружения, поскольку вопрос уже поднялся. Да, да, да. Вот как побыстрее его найти, и даже, может быть, среди родственников. У нас был случай в городе Бендера, он давно происходил, это наши коллеги рассказывали, в этом случае, когда по городу совершались квартирные кражи, оказалось, что работал всего-то один человек-преступник. Грамотно, не имел никаких соучастников, ни с кем не сотрудничал. Да, ничего, нигде никаких контактов не имел, брал только самые ценные. Вот, что вот вручную кладь, сумочку там поместится, вышел из квартиры, ничего лишнего, никаких громоздких предметов. Внимание не привлекал. Да, и вот последняя кража, после которой личность его была установлена, он выходил уже из квартиры буквально и обратил внимание на кожаную куртку новую на вешалке. Снял свою старую, да, одел новую и ушел. А в кармане внутреннем своей куртке оставил военный билет. О! Молодец какой, так хорошо работал, да? Да, хорошо работал, хорошо сотрудники его быстренько обнаружили, естественно, установили его личность, местонахождение, задержали. Ну вот так бывает такое преступники и неудачники всегда были интересны. Свои локти, и как потом сожалел об этом ошибке. Есть вот в зарубежной практике, кстати, интересный случай, у нас они редко вообще не используются практически, например, ну приводим мы пример на паре, что это, ну, исключение, конечно, из правил, но следы ушей. О, по-моему, на подушке. А говорят, кстати, что это тоже очень индивидуальная вещь, вот, раковина ушная. Где может ухо отпечататься, мне вот интересно. Вот, пожалуйста, да, в Голландии там провели такую статистику, подвели итоги, и около 200 дел были раскрыты благодаря следам ушей за весь период деятельности правоохранительных органов. Ну, например, вот вы, хорошая такая ручительная хозяйка перед праздниками, дверь вымыла, входную, да, вот сейчас они такие глянцевые, все гладкие. А преступники квартиры... Сначала послушал. Да, послушали, если кто-то там, прислонился к окну, и такие случаи были, они описаны в зарубежной практике. В России, по-моему, не попадался там один или два случая, когда использовались следы ушей. Но, тем не менее, и самое интересное, что привлекают медиков к исследованию, то есть они, вот, изучая строение уха конкретного человека, вот, имея определенный... Могут сказать, это его. Да, говорят, что это он. Это изможности. Даже лба, подбородка, носа, у нас такие случаи были, когда вот осталось. Шикарно. Очень интересная у вас работа. Ну, это работа наших коллег, у нас менее интересная. А вы учите. Петр Сергеевич, мы вас пока не отпускаем, потому что мы для вас еще маленькую викторину придумали по фильму «Место встречи изменить нельзя». Смотрели это кино? Давненько. Вот, сейчас мы вспомним. Но перед этим мы вместе посмотрим сюжет о том, как выбрать солнечные очки. Хорошие рекомендации есть у Анни Кучеренко. Сегодня у нас проводится викторина по фильму «Место встречи изменить нельзя». Культовая лента 1979 года. Петр Сергеевич, к вам будут вопросы. Обычно вы студентов опрашиваете. Я постараюсь. Но мы предупреждаем их о теме. Если бы я знал хотя бы за период времени. Мы, честно говоря, со Славиком были уверены, что этот фильм просто засмотренный до дыры, вы его там, я не знаю, на парах даже показываете или на переменах. Нет такого? Будем вводить в практику. Обязательно. Так, ну давайте начнем с того, в какое время происходит действие фильма. Это 1969 год, это 1924 год или 1945 год? 69. 45 год, потому что, помните, они там вот такое вот послевоенное время, они еще и все в форме военной, и вообще много разговоров о том, что вот ты там где-то отсиживался, а мы в это время там защищали. Ну, это характерно для последующих поколений, до 70-х годов, в принципе, было на сухую. Но я согласен, в 45-е, да, практически как в ликвидации. Да. Так, следующий вопрос, это легкий вопрос, тут точно. Отгадайте, как звали главных героев фильма? И у нас три варианта ответов. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Юрий Деточкин и Аркаша Молчанов, Семен Горбунков и Паша Таранов. Первый вариант, хотя Деточкин мне симпатичный. Мне тоже, кстати, этот вариант очень понравился. Ну, действительно, Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Даже песня такая есть. Да, есть, присутствует. Да, помогла мне песня. Да, спасла. Давай. Как называлась банда, с которой боролись герои фильма? Красный лев, черная кошка или белый тигр? Черная кошка, черная кошка, конечно. Да, черная кошка, так и есть. Хорошо, сотрудниками какой структуры являлись главные герои фильма? Это был КГБ, это был СМЕРШ или НКВД? НКВД. Правильно. НКВД, конечно. Так, какое прозвище было у вора, рецидивиста Валентина Бесяева? Помните, эти варианты нужны? Давайте варианты. Давайте варианты. Сашка Пожаренный, Валька Копченый или Пашка Тушеный? Копченый. Есть такое, Валька Копченый, так и есть. Хорошо, вспоминаем вот эту вот сцену, когда хотели Шарапову оперативники подсказать, куда нужно спрятаться. Вот что они для этого сделали? Поставили цветок на окно, нарисовали восклицательный знак или стрелку на стене, или повесили фотографию возлюбленной девушки. Фотографию возлюбленной девушки. Да, да. Ну, раз уже про возлюбленную Шарапова вспомнили, то давайте тогда еще и вспомним, как ее вообще-то звали. Она была Светка, Варя или Маша? Маша. Тоже мы думали, что Маша, а оказалось она Варя. Ну, не, ну все помнить это тоже надо. Нереально, да. Кто режиссер фильма? Давайте с этим разберемся. Владимир Гостюхин, Станислав Говорухин или Эльдар Рязанов? Эльдар Рязанов. Конечно он. Но нет. Конечно он. Был бы. Он много снял хороших фильмов, но именно этот снял Станислав Говорухин. Хорошо. Все, последние два вопроса, держитесь. Как звали дамочку, которую арестовал Глеб Жеглов? Светка иллюстрация, Манька облигация или Ирка сублимация? Манька облигация. Мы со Слайком этот вопрос считали самым лучшим, потому что варианты ответов нам очень нравились. Ирка сублимация. Мне кажется, надо кого-нибудь так назвать. Зря пропадает хорошее. Ну, светка иллюстрация тоже, в принципе, неплохо. Так, на каком музыкальном инструменте играл Глеб Жеглов? Пианино, скрипка или тромбон? Когда ему нужно было доказать, что он вообще... Почему у него руки такие нежные и незаработанные? То есть он хотел показать, что он просто вот занимался работой... К пианино привык. Как? К пианино, наверное, привык. Так и есть, он играл на пианино. Хотя скрипка широкая, Холмса. У меня больше уже великого. Да, у нас был такой вариант скрипка и тромбон, но вы и без вариантов справились. Сразу сказали пианино. Супер, поздравляем вас с успешным решением нашей викторины. Спасибо. Понравилось вам на месте студентов быть и на вопросы отвечать? Да, неожиданно, даже как-то стрессово. Адреналинчик. Супер. Хорошо, прощаемся тогда. Спасибо вам, удачи вам в вашей работе. Пусть побольше к вам абитуриентов приходят, вот такой интересной профессии учатся. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Здорово поиграли и тему игр дальше продолжим. Узнаем, как решить детские проблемы с помощью игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова